Василий Мамров, герой социалистического труда, человек, который вырастил в Подмосковье первую кукурузу и был неразрывно связан с сельским хозяйством всю жизнь. В честь памяти о заслугах главного агронома в совхозе имени Ленина основали спортивные турниры по мини-футболу и бадминтону, на которые по уже сложившейся традиции приехала его семья. Подрастающие поколения, они учатся на примере своих родителей, дедов, прадедов. То есть спорт – это стремление к победе. Но потом главное свое назначение на земле Василий Аковлевич определял как труд. Он был человеком труда. Всю жизнь трудился и добивался все только своим трудом. А спорт – это труд, без которого тоже ничего не добьешься. Восемь команд из Москвы и Ленинского района приняли участие в ежегодном турнире по мини-футболу. Возраст участников у нас 2006-2007 год рождения. У нас, когда мы проводим какие-либо турниры, у нас всегда уровень довольно неплохой для детей, которые занимаются не в спортшколах. Уровень очень хороший. Команда «Фортуна» из Москвы каждый год принимает участие в турнире, посвященном памяти Василия Мамрова. Но, к сожалению, даже несмотря на свое название, никогда не становилась в нем победительницей. Однако в этот раз в первой же игре ребятам удалось забить ворота соперника сразу четыре мяча. Мы сыграли хорошо. Перед игрой мы готовились и разминались, и тактические схемы разбирали. Вся команда рада, что мы победили. Я надеюсь, что мы пройдем в следующую группу. Ребята сами все уже понимают, мы уже давно с ними работаем. Поэтому просто мы приехали сюда получать удовольствие от футбола. Накал эмоций был в каждой игре. Все команды на радость болельщиков показали красивый атакующий футбол. А в это же время в спортивном зале местной школы проходил турнир по бадминтону, в котором приняли участие мальчишки и девчонки из поселка совхоза имени Ленина и города Видное. В каждой категории 2009-2010 года среди мальчиков и девочек было по три человека. И также было по три человека среди 2011 год и моложе. Мы провели круговую систему для того, чтобы каждый с каждым поиграл и попробовал, какой он на сегодня сильный, слабый. За звание первой ракетки турнира боролась и правнучка Василия Мамрова. Маруся Женухина, хоть и начала заниматься бадминтоном недавно, уже хорошо разбирается в технике игры и понимает, что нужно делать, чтобы добиться успеха. Я хотела бы исправить себе, чтобы я была более внимательной и чтобы все получалось. Ошибок не было никаких. Мне ни в чем не трудно. Мне главное не победа, а участие. В завершении турнира спортсменов наградили заслуженными грамотами, кубками и медалями. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.